О, о, это получше рыба. Вот такой карась, хороший карась, клюнул папы на макушатник. Всем привет, вы на канале Катя и Саша Рыбалка. Смотрите, мы сейчас находимся на речке Днестр, точнее это называется Турунчук. Кто в Одесской области рыбачил, тот знает, глубокий Турунчук. Значит, из Днестра выходит речушка, делает как бы такой круг и возвращается в Днестр. Это, собственно, и есть Турунчук. Доставил у нас сюда вот такой вот баркасик. Палатка не наша, но в аренду можно. И вот тут вот сейчас с Сашей, с Сашиным папой и с Сашей папа другом будем ловить на дедовские снасти карпа дикого, как вы просили. И будем тестить свои прикормки, особенно баунти белочан, хотим его протестировать на дикаре. Берег тут сразу же обрыв, то есть если вы видите, вот буквально это все, это сразу свал. Так и на Днестре, так и на Турунчуке мы сейчас стоим вместе. Вот такая узкая речушка, буквально, наверное, метров 40-50 шириной максимум. И здесь, вот тут глубина 8-9 метров. На Днестре есть где 20 метров, чуть шире речка и такая большая глубина. Зона у нас распределена так. Справа вот здесь мы рыбачим с Сашей на флет. Тут папа у нас рыбачит на макушатнике. Ну что вы будете, на макушатнике будете ловить? На макушатнике и этот, длинный поводок на флюрокарбон сантиметру 50. Серьезно? Да. Я бы серьезно? Да. Я думала, что вы сейчас шутили. Чего? Такой длинный поводок? Ну сантиметров 40-50. Ничего себе, ну сейчас посмотрим. На флюрокарбоне, да, 0,2. Я только что папе кепку подарила новую, смотрите-ка папа у нас модный. Папа, вот еще сын у вас, смотрите, катушка Даева. А то мы подписчикам дарим, да, постоянно скажите, а папе что? Ну. А папе тоже надо подарок, он вот. Смотри, как раз раз я... Я не очень. И вам, короче, сразу раз на любой спиннинг я делал, да? Нет, ничего, это у меня самурай. Федерный спиннинг. Ага. Он уже ему, да, лет шесть у меня. Ну, все равно. Я просто, вы даже не выбрали на какой спиннинг. Раз оделся, подходит, да? Да. Все подходит, все работает в кучу. Все работает, да. Папа тут такой здоровый. У меня тут, знаете, есть катушки классные. Чтобы не раздавить ваши, у вас тут такой здоровый этот... А этот? Раз, два, три, четыре отсека чемодан. Да. И тут вся жизнь, да? Тут все спиннинги. Это сын мне подарил. Тубус? Ты же еще одну катушку принес подарить? Нет, а я одевать буду. А. Хватит и так много. Скажу, что я понял. За это стоило. У меня эти катушки, Катя, вот, снимите. Посмотри. Вот. Есть и золотые, и серебряные пластины, какие хочешь. Все, хватит. А что люди начнут мне по интернету спрашивать, где что купил. Я смотрю, у вас слава, главное, они разложены правильно. Каждая в отдельном отсеке, чтобы не побились, правильно? Ну, у меня тут да. Вот тебе говорят, что на речке карп клюет только на горох. Вон, сейчас посмотрим, будет ли у нас клевать на баунти. Как будет клевать? У кого будет больше клевать? На горох у папы, на макушатнике, или у нас на флет? На штандартный набор, который мы ловим на платниках. Поскольку нас сюда привезли на баркасе, вы видели, у нас с собой вещей по минимуму. Поэтому вот сейчас на таких тычках все-таки сигнализаторы взяли. Поставили, будут у нас фидера, как обычно, рампейджи до 180 грамм. Два стоят. И третья удочка. Зэмакс Рейзер до 140 грамм. Который Саша хочет вообще под классический монтаж сделать, правильно? Караса ловить хочешь? Хотя я скажу вам, только что вот тут видела подлещика. Ганализаторы себе совершенно спокойненько вот так будут на тычках у нас стоять. В этом выпуске тоже побольше порассказываю про наши снасти. Так как вы просили нас больше рассказывать, ну вот стараемся в каждом выпуске что-то рассказать. И я пошла искать микрофон, потому что что-то ветер поднимается, чтобы был у нас хороший звук. Так, ребята, ловить фидер мы прикормку готовим. Под флет, смотрите, я хочу попробовать такую штуку. Я сварил мастырку. На один флет я буду ловить на мастырку. И на крючок, на волосяную снастку буду одевать горох. Второй флет я буду ловить на метод микс, баунти. И свои новые попапчики, ананас пробовать, топовые. Они на платниках работают очень круто, проверено. Сейчас попробуем, работают ли они на дикаре, на диких карпах. О, не трогай, мне она сразу туда. Ребят, самый сейчас главный, ключевой момент всей рыбалки. Что будет в кормушке. У нас будет сегодня эксперимент, но мы вам сейчас все покажем и расскажем. Смотрите, у нас есть метод микс, баунти. В данном случае сквит, три в одном. Здесь в комплекте идет 400 грамм пельца, флюорожидкость. И вот покажи, такая баночка ликвида, которую мы водой из водоема наполняем до конца. То есть там половина ликвида. Перемешиваем и готовим корм в кормушку. Смотрите, как все просто происходит. Вылили ликвид сюда. Ах, как пахнет, самый любимый мой вкус. Сквит? Да. И закрыли крышечкой. Вот так вот, такими действиями перемешали. И оставили минут на 5-10. То есть все, больше делать вам ничего не надо. Вообще ничего больше делать не надо. Это потом мы льем на кормушку. Флюоресцентную жидкость. Флюорожидкость. Так, дальше. Насадка. Самая важная. Новинка, о которой хочу вам рассказать. Вот эти бойлы сделаны специально для нас с Сашей. Вот. Кричевичи. Баунти. Фирма называется. Баунти Бейтс. Клуб рыболовные кричевичи, которые наши чемпионы мира. Двухкратные. Вот такой вот бойл нам нравится больше всего. Цвет, размер 8 и 10 миллиметров мы заказали. Эту серию протестировали на платниках. Сейчас протестируем еще на дикаре. В данном случае 8 миллиметров. Горошек. Эту 3 миллиметров. В данном случае от 20%. Двухкратный. Зачем. Мы取 есть тут вообще как так получилось как получилось так что с леской вообще уже наверно не будет сидеть да вылетела леской под шпулю наверное ну саша его потек а сидит ли он там числе понятно не на горох еще не забросил не нету не есть ли этот козлик да ну первая рыба все по вкусу пришел ему видишь этот мастырка моя да ну отлично они сели и вот монтаж правильный волосяной мастырочка полочка вот такой вот вот такие пирожки вот такие пирожочки с горошком как раньше продавали бабки пирожки с горохом вот у нас тоже такие же пирожочки 1-0 но мы правда тут еще не забросили глубина хорошего до сих пор падает вот теперь только упала вот теперь только упала вот ребята пелец готов смотрите полностью почти полная коробочка получается вот теперь он полностью готов к использованию и я надеюсь что он тоже покажет свой результат видите накрываем чтобы не выветривался а чтобы не пропускать прямые эфиры с рыбалок подписывайтесь на мой инстаграм вот сейчас где-то здесь вылезет шерри и следите за нами я там не только прямые эфиры пощу и сторисы постоянно снимаю фоточки постим так ребята кормиться будем нашим пелецом баунти белочан любими смотрите что тут получается вот такая пачка в пачке килограмм пелеца смотрите в чем особенность здесь микс пелеца разного диаметра видите и он такую интересную есть крупицы которые долго остаются на дне и мелкие привлекают рыбу и рыбе она приходит есть чем покопаться и найти себе какие-то вкусные штуки первую все равно рыбка начинает есть всегда мелкую фракцию в комплекте еще идет ликвид вот ровно вот этого ликвида нужно на килограмм корма выливаем его а стоп у нас есть еще одно секретное оружие которое я забыл добавить которое да в сухом виде нужно и она не помешает а даст дополнительные особо эффекта никакого в плане рыбы чтобы что-то съесть не дает только первую вот этот пыль сигнал пищевой все все остальное рыба потом приходит и начинает есть телец а первые такую пищевой сигнал вот дает как раз мука крыля то есть она никакого питательного свойства особо для большой рыбы не имеет там нечего и есть выливаем ликвид перемешиваем все стоит пять минут и корни есть о сход кар был до сошел кар был карп был карп был карп до ребята мастырку да но увижу стоит хорошо замотался поводок сошел бишь ребята вот наша прикормка готова все будем кормиться будем пробовать не знаю как даже кормить и дистанция не такая прям чтобы с руки бросать и для спомба как-то так не знаю сейчас будем думать чем нам лучше кормить да то опять Продолжение следует... 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 вопрос знатокам клюет ли рыба в полнолуние или нет как вы считаете блин почти паровоз был у нас тут димбойл подсака смотри воде прикинь как так получилось вот идиоты так носится конечно я в шоке вот вам рыбалка на дикоре блин там музыка рот нету опять то что перезабросили вон видите горит весь кита потяжки а блин паровозов нету все опа тут такие собаки спят на подушках видеть так у меня лунтика спит пошло какие течения ну так Ничего себе. О, они пошли. Хороший, да. Стой, папа, царь тяжелый, не да, мимо. Надо, где мы поводу. Ребята, он такой сезанчик разбудил, дикий. Тихо, 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 тихо. Тихо. Вот так мы и проспались всю ночь. Доброе утро. Ночь у нас была. Две поклевки. Ну, скорее всего, это был не карп, две поклевки набоил. Скорее всего, какой-то лещ, наверное. Короче. Если рыба клюнула, то клюнула, знаете, как говорится. И вот только что Сашин папа поймал карпа. Первая рыба. Порядочная. Очень красивый расцвет. Я сейчас вам покажу. Вот такая красота. С утра. У нас вот на Фейдра случайно прицепился бык. Такой бычара. Вот там, если сейчас увидите, парень на лодке насыпал бутылок. Вот, целая куча. И опять какая-то лодка. Ну, это уже, по-моему, полития на этот раз, да? Да. Короче, сказать вам честно, это была вообще ужасная ночь. Каждые 3-5 минут летала лодка какая-то. Мало того, что люди здесь вообще какие-то невоспитанные на дикарях всегда отдыхают. Там врубали музыку ночью с одной стороны, там с другой. Вообще пофиг абсолютно, что другие люди отдыхают. Весь берег усеян рыбаками. Я уже, наверное, привыкла, реально привыкла к рыбалкам на платных водоемах. Там порядок соблюдается. Там нет такого, чтобы набухаться, включить ночью музыку. Вот. А лодки реально, ну, я вам, я серьезно, я вам отвечаю. Кто был на Туренчике сейчас недавно, тот сейчас в комментариях может написать, каждые 3-5 минут летит ночью моторная лодка. И я очень сомневаюсь, что это рыбаки. Честно, мне кажется, скорее всего, что была куча бракош, которые, ну, эти там сетки трусят или что. И вот это вот потрусили, рыбу загрузили и поехали. И как-то так. Рыбаков, конечно, тьма. А, смотрите, вон один, вот второй. Вот эти двое уже поругались. Вот тут кусты, тут никто не стоит, бутылки насыпали. Вот там вон третий мужик, а он с кем-то еще четвертый, пятый. Короче, вот так вот весь берег, если посмотреть, везде, даже как у нас. Вот мы, вон там за нами сразу. А я помогу вам сейчас. Крупный, некрупный. Личный длинный поводок. Так. Сопротивляется неплохо. Дикие карпики. А, этот, ну, даже карась. Карась? Да. Карась, карась, пап. Нет, таки карпик. Просто маленький, действительно, такой. Сколько здесь? Сограмм 600, там, сколько. Тихо, 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 тихо. Да, да, чуть не паяла. За верхнюю губу взял. Смотрите, какой там лещ. Не уплывает, что-то Саня поймал, пока с папой такого карпуху здорового доставали. Вот это да. Ого. Вот это, видите, вы говорили, что вы ждёте большую рыбу. Не было, не было рыбы у дяди Миши. А теперь вон зато карпец такой. Да, это двушка, точно. Сазон такой хороший, да? Красный лед. Лу, не лезь туда. Ну да, килограмма два. По сегодняшним меркам это трофей рыбалки. Самый большой у вас. Да. Нет. Нет. То есть. Нет. uggling. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...